На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Пуркмазов. Здравствуйте. Пишите заявление, а все остальные документы собирает государство. Парламент республики упростил получение социальных пособий. Ёлка желаний. В Карачаево-Черкесии исполняют новогоднее чудо. Первым исполнителем детской мечты стал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Тысяча семей в Карачаево-Черкесии получат продуктовые наборы к новогоднему столу. А в селе Садовом уже узнали, что привезли и что можно из этого приготовить. Закрытые границы – это благо для наших курортов. Новогодний домбар в Сентяберда испытывает туристическое нашествие. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в очередной 19-й сессии Народного собрания. Он поблагодарил коллег-депутатов за совместную работу в уходящем году. Он выдался непростым для всех нас в Карачаево-Черкесии и в России в целом. Мы все вместе столкнулись с такими событиями, когда решение, позиция и непосредственное участие всех депутатов, независимо от политической принадлежности, взглядов, все было направлено на минимизацию последствий пандемии. На помощь людям. Эта работа продолжается сегодня, отметил глава. Затем на законодателя рассмотрели 12 вопросов. Был принят проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаева-Черкесской республики. Для граждан теперь упрощается оформление различного рода пособий. Получение документов в электронном виде позволит осуществить перевод всех действующих региональных выплат на дистанционный формат с подачей гражданами только одного заявления. А запрос недостающих сведений будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ряд законов республики приведены в соответствии с федеральным законом. В частности, внесены изменения в закон Карачаева-Черкесии о местном самоуправлении, согласно которому проведение сходов граждан на территории населенного пункта возлагается на представительный орган муниципального образования. Этот орган наделяется полномочиями по назначению схода граждан. Внесены изменения и в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Теперь на самозанятых граждан распространены отдельные меры господдержки. Я хочу вас довольствовать за вашу работу, которую вы в этом году приняли участие в решении ваших вопросов, касающихся развития нашей жизни. И ваше решение, и ваше позиция, и ваше активное участие, вне зависимости от партийной предотвижности, политических взглядов, и вовсе миссия, и вне зависимости от того, что у него была хорошая. Началось, что без корреспублики Российской Федерации в целом. А теперь о Новом Годе. Рашид Тимрезов принял участие во всероссийско-новогодней акции «Елка желаний», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Волшебная елка разместилась в Доме правительства. И на ней 168 детских желаний. Первую открытку с елки снял глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он зачитал желания и пообещал, что каждая будет исполнена уже в ближайшее время. Также в рамках социальной акции «Елка желаний» о своих мечтах рассказали дети из репутационного центра «Надежда», детского дома «Забота», а также из детского дома для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Их желания исполнит спикер парламента республики Александр Иванов, депутаты Народного собрания. До конца года порядка 1 тысячи семей из всех городов и районов республики, находящихся в сложной жизненной ситуации, будет оказана помощь в виде продуктовых наборов первой необходимости. Такое решение было принято главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым на встрече с председателем парламента республики Александром Ивановым. И в эти дни волонтеры «Единой России» приступили к развозке продуктов по адресам. Фатима Даурова присоединилась к ним в селе Садовом. Промозглый ветер и минусовая температура. А окна старого покосившегося дома из самана забиты плотным целлофаном, чтобы хоть как-то удержать тепло внутри. Руслан Биджиев, хозяин этого двора и дома, инвалид по зрению. Живет он здесь совершенно один, если не считать верного друга, маленькую дворняжку, которая нас встретила звонким лаем. Помощь в виде корзины продуктов – самое маленькое дело, чем можно ему помочь. Но он и этому безмерно рад. Что-нибудь на обед себе думаете приготовить? Все сейчас приготовлено, ничего не думай. Может, завтра. Ну, вы рады, что вы? Рад, рад. Спасибо. Спасибо большое. Колонна с гуманитарной помощью едет по тихим улочкам села от адреса к адресу. И в каждом доме волонтеров встречают с удивлением на лице, которое сменяется улыбкой, когда видят, что к ним в дверь постучались с подарком. Спасибо. Не знаю даже, что сказать. Такая помощь необходима семям, как вы думаете? Ну, да, конечно. Сейчас в это время вообще очень большая поддержка. Спасибо большое. Мука, сахар, макаронные изделия, крупы, масло, сладости – ими заполнены мешки до завязки. Эти продукты на некоторое время помогут семям распределять кухонные затраты экономичнее. В списке волонтеров «Единой России» более 10 семей из этого села. Это вдовы, матери-одиночки, многодетные семьи с низким уровнем дохода, люди с ограниченными возможностями здоровья, которым ждать помощи не от кого. Я более чем уверен, что они очень рады такой помощи, так как именно вот эти семьи, к кому мы ездим, они находятся немножко в тяжелой жизненной ситуации. Кто-то там потерял кормильца, у кого-то много детей, старые там родители, ухаживать надо. Поэтому это очень хорошо. Большая благодарность, конечно, президенту, главе нашей республики и всем, кто в этом участвует. К Новому году наборы продуктов первой необходимости получат тысячи особо нуждающихся семей республики. А это значит, что как минимум тысячу раз на лицах людей заиграет улыбка благодарности за такой подарок. Фатима Даурова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Уже полгода в республике работает ковид-госпиталь на базе республиканской больницы. Изначально этот госпиталь был предназначен для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для людей с заболеваниями, такими как сахарный диабет и шимическая болезнь сердца и перенесших инфаркт миокарда. В этом госпитале прошли лечение более 400 человек. Заместитель главного врача по лечебной части республиканской клинической больницы Фатима Салпогарова отметила, что этот ковид-госпиталь поступает пациентам не только из Черкесии, но и из районов республики. Также она подчеркнула, что с выявлением инфаркта у больных подтверждается и коронавирусная инфекция. В нашей больнице все знают, что ни одного дня со времени пандемии не прекращал работу региональный сосудистый центр, куда доставляются в экстренном порядке пациенты с подозрением на инсульт, инфаркт, другие серьезные заболевания сосудов. И в ходе выявления, допустим, инфаркта у пациента мы можем параллельно выявить и ковидную инфекцию. И в такой ситуации нам приходится оказывать экстренную помощь пациенту с инфарктом миокарда, то есть выполнять экстренную коронавирусную сосудов и стентирование при необходимости. И далее по стабилизации состояния пациента переводить его в ковидный госпиталь при нашей же больнице. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаевой Черкесии выявлено 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 14 396 человек. Из них 12 820 выздоровели, 905 госпитализированы. В Черкесии начался снегопад, а сейчас прогноз погоды на завтра. Куртка в подарок. Спешите! До 31 декабря. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Вести» Карачаево-Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. В Карачаевске завершилась рекультивация старого полигона твердых бытовых отходов. Свалка располагалась в районе бывшего карачаевского завода конденсаторов. На территории полигона действовала несовершенная система утилизации захоронения ТБО. Отсутствовала сортировка станций для переработки отходов, а также не было оборудования для уплотнения твердых бытовых отходов. В соответствии с решением Карачаевского городского суда в ноябре 2012 года полигон был закрыт. Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов начались в мае текущего года в рамках федерального проекта «Чистая страна». Рекультивационные работы проведены в несколько этапов. Это выравнивание площади, консервация существующего захоронения и устройство многофункционального защитного экрана над свалочным телом, ливневки и дренажной системы. Это позволит рекультивировать и вернуть в хозяйственный оборот почти 3 гектара земель и улучшить качество жизни проживания для более 30 тысяч человек. Высокогорные курорты региона притягивают туристов во все времена года, а в этом году зимой заметно вырос спрос на горнолыжный отдых. Так на турбазах Карачао-Черкесии почти не осталось свободных мест. Туристы забронировали на новогодние праздники номера во всех гостиницах и отелях. Это обусловлено не только запретом на выезд в другие страны в период пандемии, но и действием кэшбэка на туры по России, позволяющим вернуть до 20% стоимости отдыха. Алла Качиева окунулась в горнолыжный отдых. Все приезжающие, отдыхающие супер хорошие люди. В основном, конечно, интересуются более тёплыми вещами, напитками всякими для разогрева. Ну, естественно, мы их тоже угощаем. Естественно, встречаем, как полагается, народных наших хороших гостей. И всё вроде идеально проходит. Отлично сотрудничаем. Для привлечения туристов в известные курорты Карачева-Черкесии стараются все. Жители, предоставляющие приезжающим элементы местного колорита в виде ярких вязаных изделий, памятных сувениров, блюд национальной кухни, экскурсии и другого, и власти, которые улучшают инфраструктуру и сервис. Курорты Карачева-Черкесской республики на данный момент уже на 100% готовы принимать туристов со всей страны, и не только, и зарубежных туристов. Всё готово. Мы провели ряд мероприятий. Также это по недопущению распространения коронавирусной инфекции, что немаловажный факт. Да, в туристический бизнес пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Домбай, Архиз и другие курортные места посетило меньше людей, чем планировалось. К концу 2020-го турпоток по подсчётам составит 1 миллион 200 человек. Тогда как в прошлом году эта цифра была значительно выше. Так, прошедшие новогодние праздники изъявили желание провести в сказочной Карачевой-Черкесии около 120 тысяч человек из разных регионов России. С началом этого же зимнего сезона, кстати, он открыт уже, упущенное обязательно наверстаем, говорят в Министерстве туризма, курортов и молодёжной политики Карачевой-Черкесии. Номерной фонд курортов Карачева-Черкесской республики составляет около 12 тысяч койко-мест. То есть, несомненно, новогодние праздники с 1 по 10 января почти все места заняты. То есть, если вы сейчас захотите поехать в Домбай или Архиз именно на новогодние праздники, то навряд ли у вас получится забронировать номера для большой семьи или для больной компании. То есть, практически 100% номерного фонда сейчас уже заняты. По прогнозам, в этот зимний сезон турпоток в Карачевой-Черкесии вырастет на 20-25%. Республика готова встречать гостей обновлённой инфраструктурой. В первом квартале на территории всесезонного туристического комплекса Архиз планируется открытие двух горнолыжных трасс и одной канатно-кресельной дороги. Здесь строго соблюдаются все меры безопасности, в том числе и эпидемиологические. Так что любителям горнолыжного отдыха добро пожаловать в республику и хорошо провести время. Алла Качивая, Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Расул Бердеев. Вести. Карачева-Черкесия. Такий был этот день в Карачево-Черкесии, а прямо сейчас в продолжении сериала «Тайны следствия». Приятного вам вечера на телеканале «Россия-1». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»